Приветствую вас! Знаете, я думаю, что для того, чтобы максимально разобраться с вашим вопросом, необходимо заметить несколько аспектов, которые являются вашими важными. Первый аспект – это то, что вам 22 года и вы уже свободны. То есть отношения с мужчиной у вас нашлись и закончились по какой-то причине на данный момент. Непонятные, но, видимо, как-то связанные с тем, чего вы от мужчины, собственно говоря, хотите. Вы хотите от мужчины, чтобы он был добрый и сильный. А мужчина, соответственно, доброго, сильного, внимательного парня вы хотите. А мужчина, соответственно, не такой или такой, но не идеальный. И, соответственно, на него и на вас давят ваши желания, ваши ожидания, то есть то, чего вы хотите. Второй момент – это, то есть тут надо разобрать, почему отношения с парнем у вас не сложились, так или иначе. Потому что те же ошибки, которые вы совершили в отношениях с ним, вы можете перенести и, собственно, в новые отношения. Да, и всё постарится, значит, ну, с пугающей последовательностью. Если вы этого не хотите, то, соответственно, я рекомендовал бы вам определить, что же, что, собственно, что, собственно, произошло. Это первое. Второе. Второе. Вы хотите доброго, сильного, внимательного мужчину для чего? Чтобы что? Откуда такой, скажем так, типа, стереотип, откуда такие требования к мужчине? Ага, дальше больше скажу. Почему именно такие требования к мужчине у вас? С чем они связаны? Связаны. Такие требования к мужчинам. Вот. Понимаете? Понимаете ли вы, что эти желания, которые есть у вас, да, что эти вот именно ваши желания, которые вы пытаетесь реализовать, через мужчину, да, то есть вот доброта, сила, внимательность. Это, скорее всего, что-то связанное именно с тем, чего хотите лично вы. Вот. Потому что, ну, нельзя хотеть именно доброго, именно сильного, именно внимательного мужчину. Отношения так с людьми не строятся. Отношения с людьми строятся все-таки немножко на других основах. На полном и безусловном принятии человека. Вот. Может нравятся отношения, отношения, эээ, например, мужчины к вам. Отношения мужчин нравятся, может, и должны. Тут, как бы, эээ, вопросов, эээ, нет. Вот. То есть, если человек относится к вам, эээ, как-то вот негативно, да, если человек относится к вам, как-то вот, как вам не нравится, то, безусловно, это, ээээ, терпеть и ждать, что это изменится. Безусловно, не стоит и не надо. Вот. Это так. Но хотеть конкретного мужчину, да, то есть, доброго, сильного, сильного, внимательного, это, еще раз повторю, стереотип. Потому что доброта, сила, внимательность, может раскрываться, эээ, совсем не так, как вы себе это можете представить. И, поскольку вам это нужно, то, что, соответственно, эээ, вероятно, вы сами не удовлетворены, не удовлетворены. То есть, вам не хватает внимательности, вам не, ну, вам не хватает внимания, точнее, к себе. Вам не хватает, эээ, защищенности, возможно, вот, если вы не чувствуете себя в безопасности. Вот. А это, ну, скажем так, отдельная история, да, то есть, эээ, безопасность, вот, личная безопасность, да, это, в первую очередь, личная ответственность, ответственность самого человека, не другого кого-то, да, а именно самого человека. Безопасность. Ну, и, соответственно, доброта, это, тут, тут, как бы, тоже важно понимать, о чем идет прежде. Вот. То есть, очень важно понимать, какое значение для нас имеет добрый, сильный, внимательный парень. Почему именно он, и как здесь замешаны ваши желания. Вот. Это, я надеюсь, понятно. А, дальше, следующее, что хотелось бы заметить, то, что вы, как будто, в некой такой, эээ, борьбе находитесь с, эээ, ну, я не знаю, с окружающими и так далее. То есть, вы говорите, вот, кто бы что ни говорил, я хочу с ним отношения. А, ну, это вопрос. Кто может что сказать? Кто может что сказать и, собственно, а по какому поводу кто может что-то сказать? И если кто-то что-то скажет, то как конкретно вас это заденет? Если кто-то конкретно что-то скажет, не проявляется ли здесь ваша неуверенность в себе? Не проявляется ли здесь сомнения в том, что вы хотите? Не проявляется ли здесь неуверенность в том, что вы правильно поступаете? Не проявляется ли здесь потребность, например, в том, чтобы кому-то что-то доказать? Да, в том числе и через отношения. Вот. Понимаете? Что, опять же, да, что, опять же, увеличивает значимость этих самых отношений. Да, весьма, весьма прилично количество процентов. То есть у меня есть, как бы, такое вот ощущение, да, у меня есть такое чувство, возникло, когда я считал ваш текст, то вы как будто вот готовы прямо защищаться, готовы прямо бороться, готовы прямо, не знаю, прям огрызаться готовы, короче говоря. Ну, это несколько странное поведение, да, то есть, как бы, уверенный, уверенный в себе человек, он, ну, ведет себя, все же не так, уверенный в себе человек, все же так себя не ведет, вот. Ага, следующее, о чем я хотел бы вам сказать. Да, следующее. Следующее, я хотел бы сказать о том, что вы говорите, что вы боитесь, что вы им безразличны. То есть, думаете вы здесь не о нем, да, не о мужчине вы думаете здесь, как бы, а о себе. То есть, вам нужно, вам нужно, чтобы вы были ему не безразличны. И вопрос, который здесь у меня вот к вам имеется, да, вопрос. Почему? Почему вам так важно, чтобы вы были ему не безразличны? Это же ведь вам важно, правильно? Это же вам важно, чтобы вы были ему не безразличны. Вы же, как таковой цели сделать счастливым мужчину не ставите, потому что у вас, у вас есть вот такая проблема, что вы боитесь, что вы ему не безразличны. А что такого, собственно, страшного будет, если вы ему безразличны? Таких, таких. Что тогда вы будете о себе думать, например? Вот. Что вы будете чувствовать тогда, например? А понимаете ли вы, что данный страх рождает в вас не свободу в поведении по отношению к этому мужчине. То есть, не позволяет вам раскрыться максимально по отношению к данному мужчине. И тем самым искажает его представление о вас. И, возможно, ваше представление о нем. Потому что вы боитесь, вы не свободны. Вы боитесь, у вас сверх мотивация. Сверх мотивация, чтобы мужчине, ну, чтобы вы мужчине понравились. Вот. Вот отдаете ли вы себе в этом отчет? В том, что вот такая история, она происходит, и это очень серьезно влияет на ваши отношения. Что это достаточно серьезно мешает вашим отношениям. Даже. Не побоюсь этого слова. То есть, если вы хотите отношения с мужчиной, то окей, на здоровье хотите, пожалуйста, мы против не будем. Никто против не может быть, если вы хотите устраивать отношения. Но. Что нужно. Да, вот, что важно. Чтобы вы были свободны. Чтобы вы не боялись. Чтобы вы понимали свои возможные, там, ошибки, там, свои, свои желания. Чтобы вы умели их удовлетворять грамотно. Чтобы вы не были, ну, нуждающиеся по отношению к мужчине и кому-либо из людей. Да. Кому-либо из людей, да. Вот будете такой. Станете такой. И встречаетесь на здоровье с кем угодно. И строите отношения с кем угодно. Это ваше право. С кем вы хотите строить отношения. Хотите ли вы сделать этого человека счастливым на здоровье? Нет. Сделайте его счастливым. Если это в ваших силах, если это не вредит вашему здоровью, сделайте его счастливым. В чем проблема? Ну, нельзя хотеть чего-то от человека для себя. Особенно в начале отношений. И бояться, что вы ему безразличны. Это, что очень далеко, далеко не самый лучший расклад для отношений. Опять же. Так что вы подумайте на эту тему. И, возможно, имеет смысл провести некую коррекционную работу с вами. Чтобы вы лучше к себе ориентировались. И тогда уже можно будет говорить о построении нашей. Дальше. Дальше. Значит, как вам привлечь его внимание, не навязываясь? Здесь очень интересный момент. Да. Потому что, с одной стороны, вы хотите привлечь его внимание, а с другой стороны, вы боитесь быть навязчивым. Почему вы боитесь быть навязчивым? Откуда такой страх? Откуда страх быть навязчивым? Потому что есть страх, что отполкнут. А почему есть страх, что отполкнут? Почему есть страх, есть именно страх, что отполкнут вас? А, потому что, тогда вы будете чувствовать себя брошенным. Да? Вот. А если вы себя чувствуете брошенным, то это вот для вас самая страшная. Страх быть брошенный, это детский страх, который вы испытали в детстве, и, соответственно, от которого нужно избавиться. Вот. Так же, так же. А, данное противоречие, а, свидетельствует. В том числе еще и о том, что вы не проявляете такой чистой активности. То есть, понимаете, когда человек боится показаться навязчивым, он делает что-то для других, он не делает для себя. То есть, он делает что-то для того, чтобы получить реакцию, чтобы получить обратную связь от других людей. Вот. То есть, вы боитесь показаться навязчивый, потому что опознаете, что молодой человек у вас принят ваше поведение, она как, ну, надоедливая и, соответственно, вас отвернуется. Но как же быть с вашей активностью? С вашим искренним желанием что-то для него делать, с вашим искренним желанием что-то ему даст. Понятно? Поэтому ответ на ваши вопросы будет звучать так. Делайте только то, что вы хотите сделать лично для него. И делайте только то, что не несет вам вред. То есть, то, что не порождает каких-то ожиданий от этого, ну, от человека. В результате действий. Вот что нужно делать вам для него. То есть, захотели, допустим, пригласить его, грубо говоря, на гофе. В этом нет ничего плохого в том, что вы хотите пригласить его на гофе. Абсолютно. Вот честно. Вообще ничего плохого нет в том, что вы хотите его на гофе пригласить. Но! Прежде чем приглашать его на кофе, да, прежде чем это делать, подумайте. Вы на кофе его хотите пригласить, чтобы что? Чтобы для себя что-то получить? Или чтобы он что-то получил? Для себя, от вас, от вашего предложения. Понимаете? И вот, если вы пригласите его на кофе чисто для него, да, не думая о том, что вы получите, да, и не стремясь получить что-то для себя. А просто, да, проведем, ну, давай, как бы, хоть встретимся, пообщаемся. Вот. Что это будет нормально. И это никогда не воспримется, нажмите, 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 нажмите на кнопку. Как навешивать. Вот. Что касается того, что, ну, вы спрашиваете, а как понять, что вы ему не безразличны, вот. Как понять, да? Никак, никак. Потому что не очень понятно, сколько времени вы знакомы, не очень понятно, сколько времени вы взаимодействуете, не очень понятно, как много у вас общего. И что самое интересное, то, что вы описываете, вы ориентируетесь исключительно на себя, на свои какие-то домашние, на свои какие-то понятия, на свои какие-то фантазии, на свои образы, а не на реального человека, который существует в жизни. Поэтому посмотрите, что вас объединяет, постарайтесь сделать так, чтобы объединял вас побольше. И, соответственно, это позволит вам увидеть, собственно, не предразличны вы ему или нет. Понять это можно очень легко по отношению. По отношению к вам. То есть, именно, именно по отношению, как он к вам относится. То есть, выделяет он вас среди других людей или нет. Другое дело, что безразличие и небезразличие, это необязательная симпатия. И это необязательная любовь. И вот будете ли вы довольны тем, что у него будет к вам? Просто не безразличие, будет просто выделять вас. Это вопрос. Поэтому, собственно, я рекомендовал бы вам вот тоже несколько, ну, аккуратней. Несколько аккуратней использовать слова, да? Потому что вы получите, получите, да, чего хотите, сейчас. Что он к вам действительно небезразличен. Но будет ли вам это достаточно? Вот. Ну, наконец, последнее. Да. Отношения не мутят. Отношения строят. Вот. Понимаете? И ваша замутить выглядит, ну, несколько, знаете, вот так, вот так. Не то, чтобы не серьезно, да? А скорее, четко определенные цели. Понимаете? То есть, у вас есть, у вас есть, вероятно, четко определенные цели, с которой вы хотите с этим мужчиной сблизиться. Вот. И эта цель, да, эта цель, она, эта цель ваша. То есть, это исключительно ваша цель, исключительно ваше желание. Но, чтобы вопросов такого, да, вот, как замутить, она бы не стояла, вопросов бы не стояло, именно такого. Вот. Был бы все-таки другой вопрос. Что-то типа того, что, как мне с ним сблизиться, или как мне, например, его расположить к себе, там, и так далее. Вот. Вопросов так не поставили. Я вас не обвиняю. И я вас не обвиняю, не подумайте, чего плохого. Просто я хотел бы, чтобы вы обратили, обратили на это внимание, обратили внимание на эти вещи, которые я говорю. И чтобы вы сделали выводы, чтобы вы сделали необходимые выводы, чтобы вы проанализировали это, чтобы вы подумали, такая, чего, чего же мне нужно-то от мужчины все-таки, чего же я хочу-то от него. Вот. Для чего он мне нужен, зачем он мне нужен, знаете. Вот. Вот. И это будет лучше во всех отношениях подаваться. Потому что отношения, отношения, с акцентом на сами отношения, опять же, хорошего ничего не несут людям. Есть хорошая поговорка, что влюбленные, влюбленные, все любящие друг друга смотрят не на друг друга, да, а в одну сторону. Вот. 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 Вопрос заключается в том, смотрите ли вы на мужчину, или смотрите ли вы с ним в одну сторону. Вот. Вот. Вы, пожалуйста, для себя этот аспект определите. Вот. И постарайтесь все-таки смотреть с людьми в одну сторону, а не на людей. Если строить отношения, да, то исключительно только ради человека. И не ради какого-то результата конечного, а именно ради его счастья, ради его радости, ради его на золотину, чтобы вы знали, что если вы там что-то делаете, да, если вы как-то облегчаетесь, что вы проводите там как-то время, да, вместе, допустим. Вы знаете, что от этого человеку только хорошо, от этого человеку, как, ну, комфорс. Вот. Чтобы вы знали это, чтобы вы знали это, чтобы вы были уверены в том, что вот, что вы делаете, да, что это здорово, что человеку-то нравится, что вы делаете. Вот. Я думаю, что так. можно ответить вам на ваш вопрос. Вот я, конечно, отдаю себе отчёт в том, да, что, что, ну, скорее всего, скорее всего, вы хотели немножко другого, вот, скорее всего, вам нужно немножко другого, скорее всего, вот, ожидали вы, скорее всего, немного неправо, ну, надеюсь, вот такой ответ с точки зрения профессиональной психотерапии вам поможет. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.